7 января Путь на Константинополь для нас был открыт. Шибкошинова – название двух деревень в Болгарии, южнее Шибкинского перевала, в районе которых 8-9 января 1878 года произошло сражение во время русско-турецкой войны. Турецкие войска под командованием Весель-Паши занимали позиции в горах и в упрепленном лагере у этих деревень. В ходе зимнего наступления русской армии южному отряду генерала Радецкого, располагавшемуся в районе Шибкинского перевала, была поставлена задача перейти через Балканы и наступать на Казанлык-Андрианополь. Для перехода через Балканы было выделено два отряда – левая колонна генерала Святополк-Мирского и правая колонна генерала Скобелева, которые, наступая соответственно через Трявненский и Метлицкий перевалы, должны были охватить с флангов главные силы Весель-Паши. Часть сил отряда Радецкого должна была сковать силы турок атаками со стороны Шибкинского перевала. Наступление началось 5 января и шло медленно, особенно в правой колонне, из-за труднопроходимых, покрытых глубоким снегом узких горных дорог. 7 января левая колонна сосредоточилась южнее Трявненского перевала, но правая колонна из-за трудностей пути задержалась, и лишь в ночь на 8 января ее авангард занял и Метли. Утром 8 января левая колонна атаковала восточный фаз Шейновского лагеря, захватила первую линию креплений и отразила турецкие контратаки. Правая колонна, не успевшая сосредоточиться, ограничилась демонстративными действиями. 9 января турецкие войска дважды контратаковали части левой колонны, но были отброшены, а затем русские войска заняли деревню Шибко и один редут, подойдя к турецкому лагерю с востока. Несколько позже атаки начала правая колонна, которая энергично наступая подошла к турецкому лагерю с запада и захватила один редут. Окруженные турецкие войска во главе с Вестель Пашой в 15 часов капитулировали. В результате победы при Шибко-Шейново была ликвидирована сильная группировка отборных турецких войск. Образована брешь в Турецком оборонительном фронте и открыта дорога на Адрианополь. 12 января. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска начали Висло-Одрскую операцию. Войска Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы. Советские орудия произвели обстрел немецкой обороны по типу огненного вала. Сильная немецкая группировка в Польше была разгромлена уже на пятый день наступления. В начале февраля советская армия оказалась в 70 километрах от Берлина. Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 20 января. Но 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Орденнах, премьер-министр Великобритании Черчилль обратился к Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте. Для поддержки союзников Ставки Верховного Главнокомандования пришлось ограничить время подготовки к Висло-Одерской операции, начало которой было перенесено. И 12 января 1945 года Красная Армия перешла наступление, которому предшествовала мощная артподготовка. На участках прорыва огонь вели из 250-300 орудийных стволов на 1 километр. Получая достаточное количество боезапасов, советские орудия могли вести ураганный обстрел по типу огненного вала, который, чередуясь, переносился от переднего края немецкой обороны в ее глубину. Поэтому эффект от удара превзошел все ожидания. Отчасти это произошло потому, что немцы подтянули свои резервы поближе к передовой, и они оказались в зоне губительного огня артиллерии. Поэтому же при первом мощном ударе наступавших оказались разгромленными не только дивизии первого эшелона, но и достаточно сильные резервы. Это привело к быстрому крушению всей системы немецкой обороны. Наличие крупных подвижных резервов обеспечило Красной Армии стремительное продвижение вперед. Русское наступление за Вислое развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать всего, что произошло между Вислоей и Одером в первые месяцы 1945 года Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи, писал немецкий генерал Мелентин. На пятый день наступления Красная Армия овладела Варшавой, а всего за 23 дня этой проведенной в тяжелых зимних условиях операции армии Жукова и Конева продвинулись вперед на 500 километров, заняли Краков, окружили крупную немецкую группировку в Познане. К концу января, начало февраля, советские войска вышли к одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов, оказавшись в 60-70 километрах от Берлина. Здесь наступление Красной Армии завершилось. 17 января. Памятная дата военной истории России. В этот день, в 1945 году, советские войска вместе с 1-й армией войска Польского освободили Варшаву. Честь первыми войти в столицу Польши была предоставлена войскам 1-го Белорусского фронта и 1-й польской армии. Москва салютовала освободителем 24-мя артиллерийскими залпами. Медаль за освобождение Варшавы получили более 690 тысяч человек. История освобождения Варшавы состоит из двух этапов. Первый этап. 1944 год. В ходе белорусской наступательной операции 31 июля 1944 года войска правого крыла 1-го Белорусского фронта генерал армии Рокоссовский подошли к предместиям Варшавы. 1 августа в городе под руководством армии Краевой генерал Бур Комаровский подконтрольный польскому эмигрантскому правительству вспыхнуло восстание, направленное на захват политической власти в стране и недопущение к руководству государством народного правительства Польской рабочей партии и армии Людовой. Чтобы оказать помощь восставшим, находящиеся в составе 1-го Белорусского фронта подразделения войска польского при поддержке советских войск 15 сентября форсировали Вислу в пределах города и захватили несколько плацдармов на ее левом берегу. Однако удержать их не удалось. Генерал Бур Комаровский отказался сотрудничать со своими соотечественниками, а 2 октября повстанцы капитулировали. Восстание было жестоко подавлено. Второй этап. 1945 год. В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции, проведенной войсками 1-го Белорусского фронта маршал Жуков, 1-я армия войска польского получила задачу начать наступление на 4-й день операции и взаимодействие с войсками 47-го, 61-й и 2-й гвардейской танковой армиями фронта овладеть Варшавой. Советская 47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила немецко-фашистские войска за Вислу. Сходу форсировала ее с севернее Варшавы. В этот же день в полосе 5-й ударной армии была введена в сражение 2-я гвардейская танковая армия. Она, совершив за день стремительный бросок на 80 километров, вышла в район Сахачева и отрезала пути отхода варшавской группировки противника. 17 января войска 47-й и 61-й армии совместно с 1-й армией войска польского освободили Варшаву. За образцов выполнения боевых задач в ходе Варшавско-Познанской наступательной операции многие соединения и части фронта награждены орденами и получили почетные номинования. Варшавские, Бранденбургские, Лодзинские, Померанские и другие. 27 января. День воинской славы России. В этот день в 1944 году Ленинград был полностью освобожден от блокады. Гитлер хотел стереть его с лица земли, но город-герой стал неприступной крепостью. Почти 900 дней, несмотря на огромные жертвы, голод и холод. 27 января 1944 года в Ленинграде прогремел салют в честь победителей. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. За это время на северную столицу было сброшено 107 тысяч авиабомб. Выпущено около 150 тысяч снарядов. По разным данным, за годы блокады погибло от 400 тысяч до 1 миллиона человек. В частности, на Нюрнбергском процессе фигурировала цифра 632 тысяч человек. Всего 3% из них погибли от бомбежек и арт-обстрелов. Остальные 97 умерли от голода. При всех ошибках, просчетах, советское командование принимало максимум мер для скорейшего прорыва блокады Ленинграда. Были предприняты четыре попытки разорвать вражеск кольцо. 1-я в сентябре 1941 года, 2-я в октябре 1941 года, 3-я в начале 1942 года, в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично достигло своих целей, 4-я в августе-сентябре 1942 года. Блокада Ленинграда тогда не была прорвана, но советские жертвы в наступательных операциях этого периода не были напрасными. Летом-осенью 1942 года противнику не удалось перебросить из-под Ленинграда какие-либо крупные резервы на южный фланг Восточного фронта. Более того, Гитлер направил для взятия города управление и войска 11-й армии Манштейна, которое в ином случае можно было использовать на Кавказе или под Сталинградом. 27 января 1944 года силами войск Ленинградского генерал-армии Говаров, Волховского генерал-армии Мерецков и 2-го прибалтийского генерал-армии Попов В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разгромлены немецко-фашистские войска под Ленинградом и снято 900-дневная блокада города. В период блокады город-фронт создал сотни километров оборонительных сооружений, на строительстве которых работало около 1 миллиона ленинградцев. Народное ополчение ушло свыше 200 тысяч человек. Более 19 тысяч служили в отрядах противовоздушной обороны. 27 января 1944 года на Марсовом поле, на берегах Невы и на кораблях Балтийского флота в честь победы прогремели залпы торжественного салюта. Военный совет Ленинградского фронта за подписью его командующего опубликовал приказ, в котором говорилось «Мужественные и стойкие ленинградцы, вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, выковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем Великой Победы под Ленинградом». 8 мая 1965 года за героизм и мужество, проявленное жителями Ленинграда во время блокады, городу было присвоено почетное звание города-героя. Начиная с 1996 года в Российской Федерации на основании федерального закона о днях воинской славы, победных днях России от 13 марта 1995 года 27 января отмечается как праздник День снятия блокады города Ленинграда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова